То, что у нас здесь есть, этому здесь не место. Это не файлы Фрэнка, который испортил компьютер Фрэнка. Так же, как и предыдущие выходы издателя Алоиса Премиум во франшизе, Beholda 3 остается игрой, которая посвящена выживанию и процветанию любыми способами в тоталитарном государстве. Это политическая игра со своими темами и повествованием, и к ней прилагается несколько интересных игровых механик. Однако чаще всего эти многообещающие и довольно уникальные темы подрываются мелкой игровой механикой и другими техническими преимуществами. Beholda 3 сразу ставит игроков в центр действия. Вы играете за Фрэнка Шварца, сотрудника правительственной организации, распространяющего газеты. После того, как в ваш рабочий компьютер внедряется вирус от неизвестного хакера, власти берут вас под стражу, где вам предоставляется два варианта. Либо добывать уголь голыми руками в шахтах до конца вашей жизни, либо работать тайным информатором для правительства. Неудивительно, что Фрэнк выбирает последний из вариантов, после чего его назначают управляющим недвижимостью для квартиры. Как управляющий недвижимостью, вы должны заботиться обо всех коммунальных услугах в квартире, таких как прачечные, отопительные машины и мусорные баки. Но самое главное, вы должны постоянно внимательно следить за своими арендаторами, тщательно отслеживая их деятельность, используя свои инструменты шпионажа и приемы социальной инженерии. Если вы обнаружите что-нибудь подозрительное, на ваши плечи ляжет обязанность сообщить об этом властям. В этой истории нет ничего исключительного, хотя ей удается проделать отличную работу по изображению тоталитарного государства, где правила должны соблюдаться до конца, чтобы выжить. Довольно интересно наблюдать, как граждане прячут пару джинсов в своих шкафах, потому что это символ модернизма, или ведут беседу, описывающую, что такое проигрыватель компакт-дисков и как работают наушники. Поскольку вы работаете над реформой, направленной на легализацию прослушивания рок-поп и панк-музыки, однако большинство из этих интересных концепций перемежаются диалогами, которые чрезвычайно скучны и утомительны. Всеобъемлющее повествование — это все о том, как Фрэнк поднимается по служебной лестнице министерства и делает массу решений на этом пути. Механика выбора и последствий третьего держателя выполнена очень хорошо, и многие из них значимым образом меняют отношения между персонажами. Например, вы могли бы обслуживать чиновников, которые являются дальновидными и революционными, или вы могли бы выполнять все приказы великого лидера с предельной искренностью. Однако, поскольку ваша жизнь всегда на кону, вы, скорее всего, окажетесь в моральной промежуточной точке, где вы постоянно колеблитесь в своих моральных решениях, в надежде выжить и, надеюсь, подняться по служебной лестнице как можно быстрее. Третий держатель находится в лучшем состоянии, когда он работает с этой механикой выбора каната и последствий, которую ему удается сохранить в течение значительного периода времени. Игровой процесс Behold the Trace — это стандартная приключенческая игра «Укажи и щелкни» за вычетом любых головоломок. Большую часть времени вы будете постоянно бегать по одним и тем же пространствам снова и снова, взаимодействуя с различными объектами и вступая в разговоры с НПК для выполнения квестов. Ваши инструменты-шпионажи включают скрытую камеру, которую можно установить в доме, квартире или офисе коллеги, и отмычки, которые можно использовать для проникновения в эти помещения, чтобы получить или внедрить доказательства, которые могут быть использованы в отчетах Фрэнка или Шантаже. В третьем наблюдателя деньги и время — ваши самые ценные ресурсы. Видите ли, большинство заданий таковы. Время дорого, и невыполнение заданий, данных вам начальством, всегда приведет к окончанию игры. Кроме того, игроки также должны разумно распоряжаться своими деньгами, поскольку в тот момент, когда вы становитесь банкротом, игра заканчивается. Вы можете зарабатывать дополнительные деньги, выполняя побочные задания, своевременно выполняя работу по дому и предоставляя любую соответствующую информацию о ваших арендаторах министерству. С другой стороны, если вы забудете выполнить свои обязанности по дому, или вас поймают на том, что вы шпионите, вы будете подвергнуты штрафу, который необходимо оплатить своевременно, наряду с обычными счетами, связанными с управлением имуществом. Итак, в то время как вы можете легко загрузить предыдущее состояние сохранения, если что-то пойдет не так, третий держатель требует, чтобы игроки предпринимали каждое действие с намерением и дальновидным подходом, чтобы максимизировать шансы на успех. Это создает своего рода эффект удара, когда выбор, который вы делаете в спешке, чтобы завершить в данный момент времени, повлияет на будущие выборы и задания. Например, накопление денег на раннем этапе позволит вам позже легко заплатить за оборудование высокого уровня или подкупить некоторых сотрудников для выполнения определенных миссий. С другой стороны, если вы будете тратить деньги небрежно, то позже, возможно, не сможете свести концы с концами, что усложнит игру. Это изящная концепция, которая по большей части хорошо работает, но основная проблема с игровым процессом заключается в том, что он очень тонкий, настолько, что граничит с тем, чтобы быть неинтересным. Вы будете выполнять одни и те же задачи, сидеть в одних и тех же скучных диалогах, писать одни и те же отчеты снова и снова, пока не начнете слишком сильно напрягаться. Это утомительно. Как таковой, Behold the Tree в лучшие времена может быть напряженной игрой, а в худшие — скучным симулятором ходьбы. Приходя на презентацию, третий держатель представляет себя в темной и мрачной презентации, отмеченной черным и серым в качестве доминирующих цветов. У него чистый и четкий внешний вид, который придает игре большую индивидуальность. Интерфейс также минималистичен и прост для понимания, что является преимуществом в моей книге. Однако, что испортило мой опыт работы с Behold the Tree? Самые достойные ошибки. Во время моего пребывания в игре, главный герой случайно застревал при переходе с экрана меню без всякой причины, требуя, чтобы я полностью вышел из игры и загрузился снова. Другие ошибки включают персонажей, застревающих на поверхностях или накладывающихся друг на друга, что делает невозможным взаимодействие с ними в определенных ситуациях. В других случаях цели квеста случайным образом исчезали из моего хат, казалось бы, без всякой причины. Здесь стоит отметить, что обзорная версия Behold the Tree находится в стадии разработки, а версия One Zero будет запущена в день запуска, что может быть лучше с точки зрения технической стабильности. Behold the Tree берет все, что работало, увы, в предыдущих играх Behold the Games, и объединяет их в аккуратный маленький пакет, который не стесняется заходить в темные пространства. С его политической драмой и изображением тоталитарного государства, его механика выбора и последствий действительно хорошо работает в тандеме с постоянно высокими ставками в игровом процессе. Однако многие из этих идей тормозятся мягким дизайном и диалогом, а также множеством технических недостатков. Behold the Tree может понравиться не всем, но суть такова. Если вам понравились Behold the Tree и Behold the Tree, вам, вероятно, в конечном итоге понравится и этот. Так что вы думаете по этому поводу. Продолжайте и поделитесь ими в комментариях ниже. И если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на канал и включите все уведомления, нажав на значок колокольчика, чтобы получать новые обновления видео, которые мы загружаем каждый день, и были бы очень признательны за вашу поддержку. Спасибо, что посмотрели.